В эфире Диспозиция, это Гагарин, поехали! Послание главнокомандующего вооруженными силами армия изучает на полигонах. На ходу меняет тактику, да и вообще во многом подходы к военному делу. Никто, конечно, в атаку после слов президента не пошел, но страницу с прежними наставлениями и методиками в войсках окончательно, но вдумчиво перевернули. Оставив, конечно, традиции и работающие модели подготовки. Эволюцию, безусловно, подпитывает анализ опыта боевых действий в Украине. И раньше в армии никто в шапку не спал. Но после четкого фиксирования угроз безопасности, люди в погонах принародно получили в руки максимально детальный компас. Курс на мирное небо предполагает для частей соединений, сжатой сроки, высокую технологичность, мобильность и решительность. Все эти компоненты отработаны в ходе учения с воздушно-десантной бригадой из Витебска. Соединения буквально окунули в боевую обстановку. Перемещение для подразделений стало перманентным состоянием. Задачи поступали комплексно. Бой в поле переходил в городской, без остановок. Ночь ни разу не стала временем отдыха. Причем действовали, в том числе, военнообязанные, лишь несколько дней назад призванные из запаса. Мы сократили, специально для себя делали вывод, что необходимо сокращение времени на боевое слаживание подразделений. И вот призываемых военнослужащих быстро-быстро в строй и сразу же на выполнение задач. Был отработан комплекс новых вопросов, которые до этого бригада не нарабатывала. Все этапы учения проходили с учетом опыта специальной военной операции. То, что мы наблюдаем и то, что сейчас внедряем в практику боевой подготовки. Борьба с беспилотниками отрабатывалась, ведение огня с зданий, включая применение ПТУРов, находясь в здании, как это можно применять, как у нас это будет получаться. Отработали вопрос выдавливания, не уничтожения, а как можно отработать вопрос выдавливания противника с населенных пунктов, выдавливания противника с лесных массивов. На этом учении предполагалось, что не всегда противник в результате грамотных действий наших войск непременно и безоговорочно сразу разбит. Оппонент по сценарию интеллектуален и оснащен. Мы тоже несем потери. Кстати, у нас даже само слово «потери» раньше стремились лишний раз не произносить. Теперь учимся воевать в нарочито сложных условиях. В ходе этого поучения отработали вопрос восполнения потерь. Тоже сложный элемент для нас, потому что мы этим тоже так никогда не занимались. При этом с реальной поставкой личного состава на восполнение, ввод их в строй и уже выполнение задач с учетом полученного личного состава. Далеко не в романтичных условиях учатся работать и военно-воздушные силы. В ходе вооруженных конфликтов авиация одной из первых подвергается удару. Среди наиболее действенных способов противостояния – рассредоточение. Ранее упор при этом элементе делался на использование аэродромных участков дорог. Особенно журналисты радовались красоте посадки боевых самолетов на автотрассы. Теперь в поле зрения авиаторов вообще все площадки, которые могут принимать борта, включая гражданские аэродромы. Проводятся и соответствующие тренировки. Недавно тихо перебазировались целые базы. Ну и, конечно, особое внимание сегодня территориалам. Беларусь – одно из первых в Европе начала активно развивать территориальную оборону. Конфликт в Украине подтвердил эффективность этого способа организации защиты. Изучив материал, наши военные определили точки роста потенциала территориальных войск. Сейчас новшества отрабатывают военнообязанные Минской области. Абсолютно точно уже можно сказать этим мужикам все по плечу, с таким-то настроем. В современных условиях армия всегда нужна. Человек должен быть патриотом и должен защищать свою родину, должен отдать свой долг. Кто-то небольшой, срочной службы, кто-то, когда служит офицером-прапорщиком. В современных условиях люди должны проходить подготовку и уметь защищать свой дом, свою улицу, своих близких. А это все выливается в страну. Армия, безусловно, должна развиваться дальше, потому что современные тенденции и современное вооружение говорят об этом. Как идет прогресс, так и идет и армия. А в армии прогресс идет еще сильнее. Армия нужна для того, чтобы защищать нашу страну, наши семьи, родственников, наши дома. Без современного знания оружия, опыта мы не сможем противостоять врагу ни внутреннему, ни внешнему. Когда в современном мире обстановка накалена, должна быть надежным защитником не только стабильности, но и мира в Республике Беларусь. Поэтому мы здесь находимся. Как отметил в ходе послания Александр Лукашенко, у нас есть, чем встретить неприятеля и без ядерного оружия. А там крайний случай. Так вот то, что сейчас происходит на полигонах, это и есть ясный сигнал, подтверждение того, что мы никоим образом не делаем ставку на этот самый крайний случай. Мы вообще на мир ставку делаем. На защиту, на оборону, на здравый смысл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова